ну что ж продолжим а я напомню что если вы смотрите этот стрим пожалуйста подпишитесь на мой твич канал если вы посмотрите это видео на youtube подпишитесь на мой youtube канал поставьте лайк и оставьте свой комментарий также подписывайтесь на мою телегу там я выкладываю давление о грядущих римах и так ну что ж друзья мои я думаю что я сейчас отыграю еще одну 40 минутку и с этой игрой на сегодня закончу потому как здесь судя по всему придется очень много читать а я прям не люблю когда надо долгое время очень много читать но я сделаю перерывчик достаточно большой пару часиков и возможно вечерком выйду еще одной новиночкой которая может быть будет поинтереснее такой вот у меня план а пока я не понимаю как мне добраться вот туда что надо прыгнуть или что-то здесь нет дела так ландой попробуем просто спуститься видите вот вот есть какой-то какой-то что-то он нам показывается шить такое трудовик кто-то их нам пока не нужен вот тут что-то 17 метра говорят есть ага нашли так еще один не нужен да еще один где-то валяется так окей это хрень направо но вот эта хрень внизу бежать нам к ней через сюда много людей умерло за последние несколько лет ни хрена себе вороны здоровенные ни хрена у меня мотает геймпад еще и ночь кто-то вичка да трутовичка прошу прощения огромная ворона чай толстая так а может быть тут у нас найдется и необходимая нам руда и ну или чтобы это не было это кожа судя по всему кожи в этой игре понадобится много нет не здесь а где а вот здесь все павел павел очень линейный подход до что с геймпадом то алё гараж хорош так мы можем спуститься на воду замерзшую нет не может здесь поблизости должны быть скалы богатые и ритм это то все прекрасно а а все вербейник мы нашли добренько добренько так остался перед то это это был взрывчатый или что умеете могу просто добить да и все довольно ну хватай берем призрачную пыль видимо в будущем она нам пригодится какие жуткие места какие жуткие эмбиенты мне некомфортно играть в эту игру а подожди это опять у нас это срань по и загорел что это срань рядом на ну подожди срань мне сначала надо еще 33 метра пройти 34 метр пойти 35 метр пройти а долго мне еще метр идти м пол те же наш перед показывает что вот что он где-то здесь где-то вот здесь а может вот тут он смотрите тут есть какой-то про какая-то проходочка ну-ка а вот и где маленький окей все есть я мы пройдем ритуал как выскочит какая-нибудь срань да как наваляет нам по щам ладно не будем загадывать наперед давайте же пробовать изгнатели могут приводить ритуалы то какой ритуал нужно провести зависит от природы места его проведения проведя ритуал вы потратите ресурсы даже если выбрали ритуал неверно ах вы какие ну ладно я меня не устраивает такой расклад чтобы проявить воспоминания вам нужно провести ритуал прислушивания ну давай а тут ты типа один из трех выбираешь нифига себе ну-ка дать почитаем проявление отголостка ритуал позволяет увидеть угасающие воспоминания не нашедшего покоя призрака произнеся особые слова и нарисовав или вырезав созвездие льва так далее заставляет появиться призрака или тень обычно для проведения этого ритуала нужно привязь связывающая призрака с воплощенным также необходимо нарисовать и вырезать созвездие тельца и произнести особые слова телец значит призыв бича когда нет сигарет ритуал время которого нужно нарисовать и вырезать созвездие орла и произнести особые слова чтобы заставить появится бича жнеца бурю скорбца и т.д. орел то нет идиот я не то выбрал я что только что проклятие какой же я лень и чем я теперь делать а есть какие-нибудь какие-нибудь действия на случай неудачи я понимаю что разработчики не надеялись на то что игрок будет настолько тупой но игрок настолько тупой но похоже разработчики все-таки надеялись хорошо ой вы чё совсем охренели да все все и летают ну ладно да ну и сранее конечно совершил скажу и вам друзья божечки как стыдно но благо игра достаточно щедрыми навалило еще ресурсов спасибо ей за это огромное так прислушивание за каждым пятном скрывается история какая же история скрывается за этим пятном кто ты именем господа повелеваю тебе изыди и оставь это место ты надо мной не властен пастор кто ты призрак покажись что ж раз ты так просишь вот и я все чего ты когда-либо боялся жесткая изыди у тебя нет оболочки нет привязи нет цели нет фула это так но их нет и у тебя что может человек нет тарс изыди злобное создание оставь дедушку в покое а засранка черт и шо и шо и шо и шо это шо 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 когда чарль столкнулся с ужасной сущностью которая грозила нее и дону его сердце не выдержало чарльз попытался остановить призрака появится что сейчас попытался заставить призрака появится он потерпел неудачу я забеспокоила что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами а прикольно а сестер появилось что-нибудь мне ничего не появилось уев то существо с которым он столкнулся что это было ну окей хорошо я понял дальше что а вопа ее что-то а здесь видимо месть место смерти библия чарльза которая лежала в грязи на кладбище открыта на странице иова глава 7 их и 13 13 по 15 когда подумаю утешит меня по этому уже дали привязь наполненная сущностью призрака чарльза после того как антея проведет слушание связь призрака с миром живых будет навсегда разорвана окей привязь его призрака ее помощью я могу заставить его появиться если я смогу ее найти окей допустим куда нам теперь а что это за звуки за постоянные потом постановает старый бдс мщик терентий или что здесь надо что-то найти нашли вот и где и что за ритуал я должен произвести библия чарльза промокшая от снега и покрытая грязью так призрака или тень печа кажется призрак или бич а вот заставьте призрака появится давайте попробуем с попробуем с пришло время нам старым друзьям поговорить мы с рядом зашли слишком далеко чтобы не повидаться с тобой в последний раз моя ученица сама стала учителем поединке с тобой я бы одержала победу сейчас такая хоп 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 достала семена картошечки посадила молодец молодец на будущее смотрит ну же чарльз покажись я знаю что ты здесь чарли я знаю что ты здесь вот ты где ты меня знаешь призрак я просто хочу поговорить эстера тебе беспокоиться антея и наконец здесь о бедняжка эстер мне так жаль мой друг жаль всех нас то случилось что здесь происходит сожалению милый друг я совершил ошибку которая стоила мне жизни ряд с тобой нельзя терять время почему ты нас не дождался опасность нарастала отчаяние усиливалась я видел столько мертвых антея столько больных тел столько штраждущих душ времени не оставалось и чё теперь 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 его еще меньше чарльз ты знаешь что положило начало проклятию я не знаю что его вызвало я не знаю когда наверняка много месяцев назад но одно я знаю точно кошмар выбрал нью-иден неспроста значит призрак этот не похож на других он безжалочен без жалости очень умен гораздо более жесток чем тень и столь же не умолим перед смертью ты расследовал проклятие что тебе удалось узнать я узнал что нас враг коварен беспощаден что нам нельзя его недооценивать нам я мертв милая антея но я все еще изгнатель мне есть чему тебя научить если я тебе позволю а я этого не позволю антея неповторяемых ошибок если кошмар наслал проклятие на нью-иден тебе пригодится любая помощь его присутствие сильнее всего ощущалось в молитвельном доме может свет божий заставил его бороться я приказал закрыть здание худшие зол оказалось заперти но долго это не продлится мы изгоним призрака ред и я смерть нашего долга доброго друга не останется безнаказанной предупреждаю кошмар слишком зол чтобы его можно было переубедить и слишком опасен чтобы его можно было уничтожить боя смерть глубоко ранило нас как и твое возвращение понимаю но я рад что смог увидеть тебя в последний раз и получил шанс предупредить тебя разве кошмары не выдумка кошмар самый редкий из призраков могущественный коварный дух порожденный ужасным злодеянием как его изгнать в книгах сведений об этом мало а то немногое что есть ставит о том что его невозможно изгнать а говорит о том если это призрак его можно изгнать полагаю ты ввел записи где мне их искать они исчезли за несколько дней до моей смерти может это я их куда-то подевал но на меня это не похоже если найдешь прочти все внимательно может я что-то упустил что-то важное странные дела как этот кошмар убил тебя я решил что приду на кладбище и заставлю его появиться моей радости у меня получилось теперь я думаю он явился по своей воле казалось для него это развлечение игра чтобы узнать на что я гожусь в чем проявляется его злоба он отравляет умы и насылает болезнь на тела притягивает к себе теней и портит погоду из-за него снятся кошмары долгое время по ночам раздавались крики тех кто проснулся в ужасе когда он появился передо мной я не видел его истинного лица но я слышу женский голос она смеялась я почувствовал ее взгляд мое сердце застыло я умер это дух воплощение мести призрак того кто пострадал от страшного злодеяния я услышал твое предупреждение ты можешь идти нет я должен остаться эстер нуждается в моей защите и я нужен своей пасты ты знаешь как все устроено знаешь что я этого не позволю я остаюсь своим самим собой антея я стану сильнее я смогу помочь тебе чем дольше ты будешь преследовать эстер тем сильнее будет твой голод сейчас все иначе я преподобный час Девинпорт твой друг и наставник ты меня знаешь ты знаешь что я хороший человек я тебя знала ты был хорошим человеком но теперь ты призрак и я не могу так это оставить но клянусь кошмар закончится благодаря нам с Рэдом Чарльз Девинпорт был хорошим человеком и хорошим наставником а ты была хорошей ученицей хоть и суровой это я в тебе так и не смог изменить жизнь не смягчила твой мрав жизнь меня закалила твоя смерть и ее причина превратили тебя в то с чем ты когда-то боролся прощай Чарльз мир твоей душе вечная память антея подожди чего ждать мы изгнатели смерть мертвецам позволь эстер сделать собственный выбор о боже пожалуйста не просите меня об этом эстер моя жена лучший из всех я так по тебе скучаю о господи Чарльз почему ты здесь зачем ты вернулся ты должен был уйти пожалуйста я должен остаться должен защитить тебя существо в молитвенном доме питается нашими страданиями не следовало догадаться но теперь я это знаю антея подари Чарли вознесение которого он заслуживает Чарльз Девенпорт тебе незачем здесь оставаться уходи позволь эстер спокойно пережить горе спасите ее друзья мои и спасите себя спасите их всех грустненько очень грустненько я провожу эстер до дома нет я нам с женщинам есть о чем поговорить тогда я пойду в школу и постелю нам постель я разобрел покой антея о нем позаботилась у нее мечи прям как у ведьмака как у него не за спиной о снова спутник хаев хаев мой Чарльз как думаешь где он теперь он не знаю я скучаю по теплу его рук по его успокаивающему присутствию в доме когда я закрываю глаза вижу его он там где под лучами солнца отступает снег там тепло и есть свежее молоко просто не выстираны выглажены и аккуратно сложены там нет и не может быть никаких бед ты права он обрел покой а тебе стоит отдохнуть а может бегом сможем нет не сможем давай давай ешь как пришпорилась смотри-ка разве видно домой хочется побыстрее не что-то не дают нам бегать видимо это максимум на который способна эстер оп 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 молодец давай 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 быстренько а о меня впустило мне очень жаль я буду по нему скучать сильно завтра мы продолжим расследовать поклятие спокойной ночи эстер я рада что вы здесь вы оба вы нужны мне так а что это за место интересное мы тут еще не были или были ну что-то тут нечего посмотреть ладно постарайся уснуть тебе нужно отдохнуть как скажешь эстер так подожди вы что были это мы все видели да это мы все читали уже а вот нет стоп отсюда мы вышли а нет вот оттуда мы вышли а это мы смотрели дед чихает или мне кажется ли мне слышишься что с пришел происходит ладно а вот он дед нет это не дед бабка какая-то смотрит это смотришь бабулька вот там высматриваешь наверное воровать будет лучшее полено так а куда нам собственно полу науке будем учиться ну погнали знаете быстренько опа ты а вы значит одна из изгнателей прибывших слишком поздно простите но если бедный пастыр дэвин порте упоминал ваше имя то я его забыла анти эдуарте возможно вы еще повстречаете моего спутника рэда макрея конечно меня зовут лизабет охара пастор говорю что у вас будут вопросы ну и о проклятий губернатор хаска рассказал нам о проклятии я бы хотела понять что это и откуда оно пришло не люблю дурно говорить о соседях но должно быть кто-то впустил сюда зло нам бы пригодилось имя я не собираюсь носить разлад вообще на своей болтовни тому же я не знаю чье имя вам назвать пастор дэвин порт говорил вам что многим здесь снятся дурные сны он подозревал что это имеет отношение к поклятию а вы я смотрю любопытная особа госпожа мои сны как добрые так и дурные ну губа мое дело ими и останутся неразговорчивая татца нашлась тут посмотрю я на тебя когда на тебя призрак нападет вы бывали недавно молитвенном доме пастор дэвин порт закрыл его но это не важно лучший дом для господа сердце его слуг больше я ничего не скажу потому что говорить не о чем мне нравится как она прикольная подача у нее диалога да что вы здесь делаете большинство людей сидят по домам ну раз вы спрашиваете я пришла в город чтобы купить лекарство у госпожи фича у моей сестры болит нога массе и помогает у нас небольшая ферма в нескольких милях отсюда и да там тоже свирепствует проклятие вы знали чарльза дэвин порта ну конечно я знала преподобного пастора мы с сестрой не пропускали ни одной службы и были благодарны ему он был столпом добродетели в нашей колонии так жаль его вдову должно быть она сильно горюет спасибо лизабет благодарю вас и не стану больше задерживать что ж спасибо господу за это и вот вроде как общается нормально нормальным языком ну не знаю как недоверие подозрения омерзение даже вызывает странная странная женщина очень странная стерва еще и религиозная о бабулькин или не бабулькин доброго дня мадам меня зовут антея дуарте могу ли я узнать ваше имя дуарте дуарте вы прибыли сюда вместе с изгнателем так ведь я и есть изгнательница все ясно значит вы наша надежда да на вас уходит моя десятина дать каменого взглянуть что ж понятно надеюсь я не права больше бы из гер ингер сол господи по крайней мере так меня звали когда я проверял в последний раз ой ну это хоть и не лицеприятные но хотя бы искренне вы можете сказать о проклятии а хаскел вам не говорил мы замерзаем и в то же время гнием пастор дэвин порт сказал что позвал лучшего изгнателя из всех вы сумеете снять проклятие по моему опыту большинство проклятия объясняется присутствием призрака и хотя призраки коварны их можно одолеть что ж хотел бы я вам сказать что меня это успокаивает но боюсь это было бы ложью возможно мой вопрос позвучит странно но снятся ли вам кошмары из-за проклятия каждый раз когда я закрываю глаза я в лавке потолка сыплются монеты сначала их немного ударяясь о пол они ломаются как тела и зубы или же фаланги пальц ушел затем это превращается в дождь ливень что затапливает лавку я пытаюсь убежать то поток слишком быстро я тону в обломках переломанных костей вот так рада что спросили а а да будет веки кто-то рассказал вы можете сказать о местном молитвенном доме пастор закрыл его что там опасно представляете теперь молиться опасно помните когда я почему трудно сказать когда признаюсь в эти паспортные дни я потерял счет времени расскажите про свою лавку а что хотите купить фарфор какой-нибудь сервис длиной платье больше у нас ничего не осталось вы удивитесь на красивые вещи спрос низок а товаров первой необходимости у нас почти нет надо было уезжать пока была возможность полагая в глубине души я оптимистка а значит дура ну дур так дура доброго дня мадам значит вы тоже оптимистка ну и не дурали мы ага отсюда кто-то срулил ну ладненько так идемте в школу где школа то и что я не туда пошел надо отсюда идти кто ты кто ты а я тебя знаю по моему ты торговец доброго дня сэр вы я так понимаю отнать из изгнателей хаскелла анте эдуарте возможно вы еще повстречаете рэда макрэй ю бачиллер губернатор поручил мне приготовить для вас ночлег в школе в ней теперь никто не учится на этом все ладно это какой-то новый дядька нет мы с тобой пообщаемся что вы можете рассказать о проклятии господь испытывает нью-иден если слуги божьи будут смиренные правдивы наступят светлые дни я пришла вам помочь услужите же мне как человек добрый и смиренный расскажите о проклятии я не стану тратить на это свое время мы вода молимся о спасении а вы его нам не принесете ах ты тварь поганая я тут понимаешь и духов изгоняю а ты не верующий невежда так мистер бачиллер вам снятся кошмары вряд ли вы захотите про них слушать попробуйте вы попробуйте не снится как демоны своими напевами оскверняют наш молитвенный дом и сжигает его до тла в доме заперты два человека мужчина и женщина что выкрикивают проклятие на неведомом мне языке я резко просыпаюсь и бросаясь к окну и с облегчением обнаруживаю что молитвенный дом стоит на месте похоже молитвенный дом это то здоровое здание в правой части карты вы знали что по мнению правдоподобного дэвинпорта в молитвенном доме завелся призрак да знал как это не постыдно покойный пастор перестал проводить службы и закрыл молитвенный дом не удивительно что теперь мы в таком положении на что по-вашему скрывается в молитвенном доме мисс если в нашем молитвенном доме сидит дьявол это значит что мы жители нью-идона потерпели крах в попытке его отринуть это очевидно как у него все просто где все дети некоторые умерли от лихорадки мы понимали что придет несчастье бояре что придется похоронить их всех мы отослали детей безопасное место прочь отсюда должно быть вам пришлось нелегко да и сейчас нелегко да нелегко потрясающие потрясающие диалоги прощайте мистер бащер пожелайте нам удачи я не буду желать вам удачи я пожелаю вам спасения спасительный мистер бащер ну давайте зайдем головню и да не так этот черт уже здесь сидит чуть такое это это лут а кожа боже как много кожи я верю что нам очень понадобится кожа книжечка какая-то имеется давайте и посмотрим ну как раз перед окончанием изгнатели не духовные наставники и не инквизиторы мы наемные охотники на призраков искусные мастера которые усердно учатся защищать живых при помощи ритуалов и знания призраках и тенях мы не секта у нас нет иерархии и установленных догматов изгнатель становится изгнателем по самой простой причине он или она хочет защищать живых от мертвых мы знаем свое дело и легко приспосабливаемся нас мало мы бродяги как и все наши предшественники мы странствуем в поисках тех кому причиняют страдания мертвые и закрываем дела о присутствии применяя умения отточенные поколениями наставников и учеников освобождаем или изгоняем призраков а иногда выносим приговор живым в отличие от жалких колдунов мы не тратим время на создание зачарованных мушхетов и не покрываем ствол приклад или ложа ружья рунами и прочими символами для охоты на теней или чего-либо еще то хочет зависеть от единственного оружия вместо этого мы используем изгнательский порох созданный по рецепту переходящему из поколения в поколение благодаря которому по сверхъестественным целям можно стрелять из любого ружья так как боеприпасы ему так а какие бы боеприпасы ему не требовались это действенно удобно и практично знание алхимии и ботаники позволяет нам применять минералы и растения через чьи свойства облегчают нашу работу мы не тратим время на библиотеки и школы мы не рисуем не вырезаем и не гравируем сложные круги силы потому что чем больше внимания уделяешь деталям тем больше проходит времени и тем выше риск подвергнуть себя и окружающих излишней опасности вместо этого умный изгнатель носит с собой деревянные или металлические штампы которые позволяют отметить дверь стену или камень нужным символом также мы носим кольца на которых изображены эти символы чтобы всегда иметь на готове мощные роны это действенно удобно практично так мы добиваемся своего так мы сражаемся так мы отправляем мертвых туда где им надлежит быть отрывок из смерти мертвецам пальтазара ганса бренхофера такие получается универсалы да то есть немножечко из маги и в магии шарят но и при этом неплохо орудуют холодным оружием и огнестрелом ну что ж можем ли мы сохранить игру можем это прекрасно давайте же мы ее сохраним годится а теперь мы ее загрузим и посмотрим у какой скелетик прикольный смотрите какой у него даже как будто в волосики какие-то есть да 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 ну что ж на этом мы завершим сегодняшний стрим не знаю выду ли я вечерком но постараюсь если будет на то желание и возможность спасибо всем тем кто смотрел возвращаемся привычное русло завтрашнего дня или уже сегодняшнего я не точно не помню появятся видосы на моем youtube канале поэтому подписывайтесь на мой youtube канал если вы посмотрите это видео поставьте лайк оставьте свой комментарий не забывайте подписываться на мой twitch канал и не забывайте также подписываться на мою телегу где выкладываю уведомления о грядущих примах всех люблю всем пока